Уважаемые коллеги, дорогие друзья, для собравшихся сегодня и нынешнего поколения граждан бывшего СССР, Советского Союза, уже не просто представить ситуацию, в которой находились евреи этого региона еще сравнительно недавно. Положение этнического меньшинства практически лишено значимых контактов с миром еврейством, международными еврейскими организациями и государством Израиля. И это при том, что о евреях, оказавшимся за железным занавесом, помнили, о них молились, для них оставляли символическое свободное место со пасхальным столом. А борьба за свободный выезд и права советских евреев стала, пожалуй, наиболее вдохновляющим и объединяющим фактором для мирового еврейства. Идеологи хустианизма еще до основания государства Израиля мечтали о центральной роли нового еврейского государства в еврейском мире. Уже тогда очевидна была мысль, что не все евреи решат жир в еврейском государстве. И потому обязательно станет вопрос выстраивания отношений между диаспорой, с одной стороны, государством, всего еврейского народа, с другой. Одна из моделей этих отношений построит политический и экономический сильный передовой в сфере науки и культуры государство, куда были бы устремлены взоры евреев всего мира. Новому государству предназначалось стать светом не только для всех народов, но и для евреев всего мира. Если 70 лет назад молодому еврейскому государству приходилось бороться за свое существование и решать множество внутренних проблем, сегодня Израиль должен взгляд на отношения с диаспорой и на свою роль нисколько шире. Сегодня Израиль воспринимается как страна, несущая свет народом. В разных сферах социальной области новых технологий, инноваций, нет стандартного взгляда на сложные проблемы в современности. В качестве бизнесмена, работающего во многих странах мира, я вижу это собственными глазами каждый день. У нас, израильтян, видят чудотворцев, способных решать сложнейшие проблемы. Я имею в виду не только превращение воздуха в воду, чем успешно занимается моя компания, но и превращение вчерашних врагов в наших друзей и партнеров. Мирные договоры, подписанные совсем недавно, открыли новые горизонты культурного, академического и делового сотрудничества, туризма. А в Дубае и Бахрейне жизнь еврейских общин получила вдохновение и новые импульсы. Мы считаем, что сильный Израиль — это сильная диаспора. Когда недавно я вернулся из Киева, где проходили мероприятия памяти, трагедии погибших в трагедии Баби Меру, там вспоминали о великой трагедии еврейского народа и трагедии всего мира. Я сознательно говорю, что трагедия еврейского народа и всего мира, потому что нельзя рассматривать Израиль и еврейский народ, отдельно от всего мира. Судьба Израиля и судьба всего мира взаимосвязаны. Страдает Израиль и страдает весь мир, к сожалению. Если благополучен Израиль и благополучен весь мир. Сегодня влияние Израиля достигнет небевалых высот. И влияние евреев в диаспоре тоже очень сильно растет. Растет их влияние, их уважение и престиж. Это влияние мы должны использовать на благо не только нашего народа, но и на благо нашего человечества. Что мы и стараемся делать. И при этом еще есть одно предупреждение. Что когда вы становитесь успешными, когда вы становитесь благополучными, вы забываете, откуда у вас это благополучие. И начинаете думать и гордиться своими успехами. Вот эта опасность предостерегает нас, если мы не будем помнить, откуда эти успехи и кому мы обязаны этим успехом. Если мы не будем объединяться во благо общего человечества. Во благо решения общемировых проблем. И я хочу рассказать один пример. Наглядный пример. Недавно, совсем недавно, к нам обратились в Евразийский конгресс из западных стран, чтобы помочь им вывести беженцев из Афганистана после известных событий. Я был очень удивлен и подумал, как они рассчитывают, что мы им поможем. Почему такие могущественные страны обращаются к нам? Неужели сами не могут решить эти проблемы? И они оказались правы. Несколько человек, объединившись, несколько евреев из разных стран, решили эту проблему. Вывезли из Афганистана этих несчастных беженцев и передали организациям европейских стран, откуда они потом вывезли в те страны, в европейские. Я сам не среди них, но их прекрасно знаю и горжусь этим. Это еще раз показывает, насколько объединение усилий на благо человечества, поможет нам творить чудеса для всего, не только для всего речиства и для всего мира, для чего мы созданы Всевышним. Поэтому еще раз призываю вас к объединению на благо всего человечества. Хотел бы поблагодарить руководство «Черусалим пост» за проведение на высочайшем уровне этого мероприятия и всей замечательной команды за хорошую работу.